Всем здравствуйте! Зовут меня Наталья Овчинникова. Родилась я в Краснодарском крае, станица Динская. Родители мои сами с Перми. Папа приехал в город строить атаммаж. Два года он строил, потом забрал нас с мамой. И так мы очутились в городе Волгодонске. Моя мама зубной врач. И в станице Романовской она прослужила своей профессии 45 лет. Я училась в Ростове на бухгалтера. Прожила в городе Волгодонске 14 лет, будучи замужем. Мне так кажется, что есть такое, где родился и пригодился, где жил. Туда и тянет. Вот, наверное, меня потянуло все равно в Романовку. Там, где тихо, спокойно. Я устаю от большого города очень. Эмоционально устаю от вот этой суеты. Мне хорошо. У меня там свой мир. Нет желания уехать в Краснодарский край. Так как я считаю, что я и здесь могу добиться успехов, также развиваться. У нас прекрасная школа, садики, какие-то дошкольные мероприятия, кружки. Поэтому мне здесь вполне комфортно. Я люблю свою станицу. Я не замужем. Мы прожили с супругом 14 лет. Я была в браке. Потом у нас случился развод. Потом у меня родились детки. Я не в браке. Детки от супруга, получается? Нет. Детки от второго супруга. Мы не живем, но мы воспитываем своих детей вместе. Он хороший папа. Он прекрасный папа. И я всегда говорю своим детям, что у вас самый лучший папа на свете. Я никогда не сказала что-то плохое про него. Потому что я считаю, что даже когда люди разводятся, это должно быть все очень грамотно построено родителями, чтобы ребенок, дети не страдали от этого. И гораздо честнее, мне кажется, чтобы дети видели вот эту ячейку семьи, когда папа уважает маму. Я выросла в такой семье. Я сейчас в такой семье. Мой папа безумно любит маму. Мама его. Эта забота, трепетность друг о друге я видела и я хотела вот так же, наверное. И поэтому гораздо честнее, чтобы дети это видели. Не видели раздраженную маму, раздраженного папу. Они это чувствуют все, когда у родителей какие-то проблемы, какие-то недопонимания. Я расскажу вот один случай вот на эту тему, мне кажется. Мне было лет семь, наверное, и у моей подружки разошлись родители. И она говорила, она очень страдала. Она, как мне вот, как мне быть без них? Папа уйдет, мама. И я это переживала за нее, с ней вместе, да. И однажды, засыпая, я услышала, как папа с мамой, даже это не были повышенные тона. Это было просто спор такой небольшой. И папа спорили насчет того, как механические часы заводить. Вперед или назад, или по часовой, что-то. И когда я это услышала, я прям вот под одеяло лекла. Я плакала, я боялась, что они разведутся. Поэтому дети, они все чувствуют, они видят это. И я хочу, чтобы мои дети видели улыбку на моем лице, на папином. Пусть папа будет счастлив, пусть я буду счастливая. И мы должны вместе вести их. Вчера мы отвели в первый класс. Потом будет у нас четвертый класс. Потом поле пойдет в первый класс. Потом поступление, институт, свадьба и все это. Но мы должны быть вместе и цивилизованно должно это происходить. Ты знаешь, когда мы начали вместе жить, брак, брак, ненавижу это слово, брак, да, то есть это уже какой-то брак, замужество у нас было через 4,5 года после нашего знакомства. После того, как мы жили вместе, мы снимали квартиру на строителе с тараканами. Мы оба много работали, очень много работали. Потом мы купили однокомнатную квартиру, трехкомнатную, дом. И как бы все это было вместе, все это. Но ты знаешь, вот есть такое, вот я сейчас это только, наверное, понимаю. И хочу это как бы донести до девочек, девушек. Что вот если нет гармонии с человеком, нет вот этого вот единого, целого, недопонимания. Вот я знаешь, что могу сейчас рассказать? Ко мне приходит подстригаться мой любимый преподаватель физики Юрий Николаевич Костин. И мы как-то, мы всегда разговариваем. И я спросила его, вот Юрий Николаевич, а с точки зрения физики, науки, вот есть ли такое вот любовь? Есть ли такое вот? Да, он ответил. Есть, Виталия Михайловна. Каждая наша частичка, тело, стул, неодушевленный предмет какой-то, он имеет свою вибрацию на каком-то микро-микро уровне. И вот когда эти вибрации совпадают, да, у человека тоже, каждая клеточка вибрирует. И когда вот это совпадает, вот происходит вот эта гармония. Там нет скандалов, там нет руганий, там нет. Но есть такое еще, когда это не совпадает, дисбаланс. Все. Когда идет дисбаланс, это идет разрушение. Разрушение, и это никогда не приводит к хорошему. Можно терпеть, можно всю жизнь терпеть. Терпеть человека, там, изменять, ну, вот это не про меня. Вот, я знаю, что мой человек, я буду с ним в гармонии. Вот здесь вот. Ясно. Ну, это с первым супругом, со вторым супругом такая же история? Да, такая же история. И со вторым супругом. Ну, я ему очень благодарна, очень благодарна, да. Мы начали, начинали вместе стройку дома. Было куплено в поле участок, поставлен там вагончик 12 квадратов. Но в этом вагончике было все для комфортного проживания. И мы там жили, жили, начинали строить. Ну, опять вот немножко у нас не совпали вот именно моменты. Наверное, вот я такой трудоголик. Вот это работа, работа, работа. Ну, это не то, что он плохой. Он не плохой. Ну, по-разному мы немножко видели. Вот я все хотела сделать быстрее, потому что дети, потому что роды. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок побыстрее на бетонном полу. Ну, я ему очень благодарна, честно. В детстве я очень не любила предмет истории. И недавно только начала читать, мне это очень стало интересно. И нарвалась на просторах интернета на высказывания, на цитаты Александра Васильевича Суворова, великого нашего русского полководца. Первое, что я увидела, это, если бы я не был полководцем, я бы был поэтом. А так как я сама пишу стихи в детстве, то есть мне это стало интересно. Вот мне понравилась одна цитата, которая... Ценность. Ценность моя вот сейчас в жизни, что я ценю больше всего. Ну, это, естественно, дети, семья. Но вот именно девиз по жизни. Я ценю время. Я стала оценить время. Я не стала его разменивать на людей, которые мне не нужны, не интересны. Я не стала смотреть... Перестала смотреть передачи, которые не несут ничего. Только один негатив, да. Я перестала смотреть новости. Канал Каруселька, это мой любимый канал, так как у меня две девочки. И благодаря ему я как-то могу там кушать, приготовить. И вот что я говорила, и к чему я вела, сейчас я вспомню. Да, время, время, время. Да, вот мое время. И если у меня какая-то секундочка появляется, минута, секунда, час, я трачу его на самореализацию, на обучение какое-то. Да, я много что сейчас, благо есть интернет, онлайн обучение. Я смотрю семинары по своей профессиональной деятельности. То есть это прически, детские прически, детские стрижки. Обучилась макияжу. Сейчас я хочу плотно заняться английским языком. Вот вчера буквально будем, оплатила уже курсы танца. Это мы будем с девочками танцевать, учиться, то есть тоже онлайн. Мне не хватает вечно времени. Вот именно времени. Сил хватает, энергии хватает. Не хватает времени. И вот цитата Александра Васильевича Суворова. Одна минута решает исход баталии. Один час – успех компании. Один день – судьбу империи. И вот мне в голову пришла такая мысль. Я живу секундами, я ценю время. Мое время направлено только на хорошее, позитивное, на моих детей, на мою работу. Я им не распылялась больше. Вот сейчас дождь идет, да? Вот сейчас липанул, такой дождь хороший. Это моя самая любимая погода с детства. Давай про дождь. Давай. Я дождь люблю. Никто не понимает, Как можно слякать, Мокроту любить И без дождя всю жизнь свою ходить, Ни грязи и ни луж не замечая. Я знаю, что небесная вода С меня все гадкое, Ненужное смывает. Мне хорошо. И жаль, никто не знает, Что чище вдруг становится душа.